Добрый вечер, дорогие телезрители! Добрый вечер, дорогие телезрители! Просто небольшой комментарий, без всяких углублений в сторону каких-то поисковых. Понимаю, что вы не курируете эти мероприятия. Есть ли у вашего коллеги, который совершил жесткую посадку, как говорят, шансы на то, чтобы остаться в живых? Шансы есть всегда, но надеяться, я думаю, особо не на что, потому что летчик сообщил, что находится без теплой одежды. Значит, это усугубляет его выживаемость. Какие были средства спасания на борту, неизвестно. Что касается поискового вертолета, он вылетел, обследовал данное место, но из-за ухудшения погодных условий детально обследовать невозможно было, так как это горная местность. И по карте, осмотрев все данные по координатам, перевели в форматы, это пик горы, где находится распадок. Он находится на южной части, и добраться туда невозможно, все закрыто, там метель, снег, погодные условия затрудняют поиск. А вообще, у меня ощущение такое, что экземпляры, скажем так, малой авиации, они больше сталкиваются с проблемами и на условиях гористой местности. Редко же бывают случаи, когда там летел над равниной, упал. Знаете, не в том смысле, какие используются. Скорее всего, прежде всего, нужно анализировать метеоусловия. Какая была погода, грубо говоря, проще, зачем он туда полетел. Предполагалось, то есть по прогнозам, там циклон, выносы, то есть погода была нелетная на тот момент. Какой промежуток и период он использовал для вылета, я не могу знать, потому что вертолет, прибывая на это место, столкнулся с условием, которые экипаж подтвердил. Да, там уже была пурга, снег, низкая облачность. А какие метеоусловия были до того, в обед, скажем, в 12.30 это происшествие, сложно сказать. Ну, поисковые отряды выдвигаются в район поисков завтра, то есть полномасштабная поисковая операция разворачивается, разворачиваться будет, опять же, по погодным условиям только завтра. Да, как имеется информация, у нас на сегодняшний день наземным способом на вездеходах из деревни Сосыр приехала группа, которые добрались до подножия. Но так как гористая местность, невозможно подобраться выше, пока информации у меня от наземников нет. Мы пока ожидаем погоду, сегодня вертолет опять не смог вылететь, так как метеоусловия не позволили подобраться. Это нужно выполнять визуальный полет, детально обследовать место, возможно, группу высаживать где-то на плато, на подножье горы и уже пешим способом обследовать эту гору. Афанасий Николаевич, вы эксплуатируете идентичный вертолет Робинсон 44-й, да? Какую характеристику вы можете дать этой машине? То есть, все-таки это больше, как вы думаете, дело техники или, опять же, совокупность факторов человеческих, погодных и так далее? Скорее всего, подготовка. Ну, Робинсон, на них два типа есть. Есть 44-й, у которого поршневой двигатель. Есть 66-й, у которого газотурбинный двигатель. Ну, они чуть-чуть отличаются. О, что могу сказать. Это очень хорошая машина. Очень надежная. Ну, в плане технического. Ну, там, отказов, техник и так далее. У этого рейтолета статистика очень маленькая. Но, с другой стороны, у него есть этот двухлопастной вертолет, легкий. Поэтому у него есть проблемы, ну, не проблемы, а есть особенности техники пилотирования. Поэтому, к сожалению, они очень часто падают. Ну, падают, потому что их много. Это один из самых популярных вертолетов, который выпущено в мире много, да? И, ну, по ценовым качествам, то есть, он стоит, ну, что, там, если берешь его с завода-производителя, он стоит порядка, там, 350 тысяч долларов стоит, да? 44-й, да. Ну, сколько? 640 тысяч долларов. Нет, ну, это, 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 это российский. Если ты в России покупаешь, то да, это, это таможня, это НДС, там, так далее. Если ты покупаешь прямо на заводе Робинсона, это он, он, таком стандартном исполнении, он стоит 330 тысяч долларов. А там дальше уже, да, дальше уже, там, все, да, твои, ну, и потом, ну, то, что мы сюда завозим, мы платим таможенные, экспортные пошлины, регистрация, там, так далее. А вам притягивалось? Ну, да, вот я, я договорюсь, да, поэтому эти вертолеты, вот даже вот в Новой Зеландии, вот одно время их запретили использовать. Просто из-за того, что много очень, они попадали в вихровое кольцо, так далее, так далее, да. Да, поэтому тут проблема-то в чем? У нас проблема в том, что очень много сейчас, ну, у нас, как бы, воздушный кодекс поменяли, ФАП, федеральные авиационные правила поменялись. Более не либеральные стали, да, нам разрешились использовать нижнее воздушное пространство, ну, уведомительный характер, так далее, так далее. Ну, естественно, очень хорошо, что вертолеты появились, но с обучением, ну, у нас, понимаете, да. Немного вот это вот, наш российский подход, вот этот вертолет, который, ну, вот, совершил вынужденную посадку, это на территории, вот, Якутия, это второй случай. Ну, вы помните, там, года четыре назад в Нейронгре была катастрофа, да, владелец и пилот погиб, но тоже эта ошибка пилота была. А в данном случае, я просто сейчас не могу комментировать, что там произошло, мог попасть в обледнение, мог попасть в горах, там, ветра могли быть, плохая видимость могла быть. Вы пилотировали в горах? Ну, как, как, как не пилотировать, если мы летаем? Конечно, конечно, пилотировал. Ну, я-то профессиональный летчик, понимаете, да? А тот, который совершил вынужденную посадку, он все-таки любитель? Ну, да, ну, насколько я знаю, он недавно приобрел вертолет, недавно приобрел, да, ну, насколько я сегодня знаю, я знаю, так же, как бы, знаю информацию из этих... Давайте отключимся от этого. Вот, раньше, 70-е, 80-е годы, да, авиация, это сугубо вещь такая, государственная, да, то есть, будь то там Антошки, будь то Чебурашки или большие лайнеры, это только государственная, скажем так, эксплуатация. А сейчас мы помним различные совершенно случаи, вот вы первым делом сказали, цена такая-то, такая-то и так далее. То есть, мы помним ей попытку сесть на один из теплоходов в бассейне реки Лену, да, то есть, есть такое, малая авиация, значит, игрушка для богатых. Попробуйте меня с Виктором Николаевичем Купе разубедить, да вы тоже присоединяйтесь, что это не игрушка для богатых, это насущное требование именно для нашей территории, именно для нашей республики. У меня лично пока такое, люди состоятельные, чтобы, скажем так, ездить на охоту и так далее, приобретают себе такие игрушки. Всеми правдами и неправдами получают разрешение на эксплуатацию, речь же не идет о регулярных, скажем так, пассажирских перевозках, пределах муниципалитетов и так далее. Вопрос вы... 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 Вопрос... Вопрос вы... Да, поэтому я в этом вижу, вы сегодня сказали, темой передачи плюсы-минусы, да? Минусы, наверное, для частной авиации, ну, скажем так. Малая авиация, для любых, да. Но плюс-то в том, что если в нашем лице, в полярных авиалиниях, мы консолидируем все эти ресурсы и имеем возможность. Потому что если мы полностью эту функцию отдадим частной авиации, то она не справится. Можно я отвечу? Здесь-то разговор идет о том, чтобы они могли, они же могут привлекать нас, взять вот те же самые. Ну, это другое дело. В принципе, малая авиация никогда не была прибыльной. Не-не-не, стоп-стоп-стоп. Они не могут нас привлекать. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ну, во-первых, тундру, сравнивать с Робинсоном, это просто некорректно. Тундра... Это самолет? Ну, тундра это самолет. Я имею в виду участие достижения цели авиапатрулирования. Не может и выбросить. А на 66-м Робинсоне я могу взять четырех десантников и летать, пожалуйста. Если увидел пожар, высадил их. Все равно кирку, лопату никто не отменял. Любой пожар сейчас будет тушиться. Все равно у нас в наших условиях это... Пока он горит, надо его тушить. Это первое. Второе, то, что частники не могут летать, была такая компания элит, вы помните, да? Десять лет она летала и постоянно прибыльно летала. Постоянно прибыльно летала. И вот это вот аргумент о том, что частная компания не может летать прибыльно, ну это просто так, знаете, что-нибудь это лишнее. Афанасий Николаевич, а... Я не сказал, что она не может летать неприбыльно. Ну вы сказали, она в принципе не может. Нет, это не я сказал. Ну или... Ваших уст я услышал. Да, это я услышал. Сегодня у нас в малой авиации монополия, понимаете, монополия. Монополия полярников. Вот смотрите, вопрос-то в чем? Ну вы сказали, что частники это богатые, там, так далее, так далее. Да, это может быть Подмосковье этот для вертолета покупает, для прогулок, так далее. В Ягуде те вертолеты или кто-то что-то покупает, это покупает золотари или кто-то там покупает. Да, это все покупает для работы покупает. Как и тот предприниматель, который... Да, наверное, я с ним не знаком. Ну, смотрите, любое воздушное судно, которое привез частник, да, мы не должны его обвинять, мы должны его хвалить, мы должны его благодарить за то, что он привез сюда судно, да. Он уже инвестировал экономику, экономику инвестировал уже республики. Вот смотрите, опять пример приведу. Я летаю, да, я очень много помогаю, ну, посылки там или там, ну, даже если я письмо увезу, да, или посылку, или почту увезу. Меня просят, везде разные просят. Вот этим летом мы вынуждены были выполнить вместо полярников сам задание. Ну, пусть, пусть могут и наказать за это, да, но мы, возможно, спасли жизнь человека, да. Потому что у оленеводов, Эвина Бетонтай, перед этим женщина, у женщины был инсульт, и не могли его, полярники не могли выполнить. Ну, не знаю, там, по каким причинам, ну, наверное, погода, там, метео, и так далее. И ее привезли, 200 километров, да, привезли на квадроциклах. И, естественно, что, ну, очень, я так осведомлен, и она в очень тяжелом состоянии до сих пор. И второй же такой случай, когда мы там были, да, когда мы по другим делам там летали, просто к нам оленеводы подошли и попросили. Мы не смогли им отказать, ну, хотя мы не имеем права выполняться на задание. Мы просто как, ну, в добровольном порядке полетели. Я добавлю. Или, или, приведу случай, да, вот, дети пропали в Синске. Я там три дня работал, да, я как просто волонтер, просто эта бабушка меня попросила, я просто попросил у комитета, там, не помню, чтобы они мне, это, бензин предоставили. Они мне бензин предоставили, вот, или там человек пропал, или утопленник был, да, там. Ну, много-много случаев, когда мы летаем, мы просим только дайте нам бензин, дайте нам бензин, да. Если, допустим, у нас 55 тысяч сейчас стоит, да, бензин в этой где-то 10% занимает. Вот за 5 тысяч мы летаем. Ну, мы не рекламируем это, мы постоянно выполняем. Уже же хорошо то, что мы это делаем, правильно? Уже хорошо. Поэтому, тем больше частников нашей, для нашей республики, для частников это, ну, как бы, помощь государству для решения, опять, каких-то инфраструктурных вопросов. Ну, тем же, тем же, тем же, тем же полярникам поможет. Да, 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 в данный момент, да, вы где-то слетали, ни в коем случае не обидеть авиацию общего назначения, частных пилотов. Но авиакомпания имеет утвержденные правила полетов. На основании чего? На основании прогнозов фактической сводок погоды и так далее. Да, действительно, на самом деле там хорошая погода, но Сингруппа нам прогнозирует совсем другое. У этих ребят, я не знаю, у них, наверное, другие правила полета или не по другим правилам. Я не могу за них отвечать, но мы строго выполняем полеты по правилам. И где-то, может быть, мы куда-то не слетали и что-то не выполнили, а они каким-то образом там смогли. Но у них же, получается, нет механизма запрета. Совершенно верно. Я о чем и подвожу, что контроль он сам за собой контролирует. На свой страх и риск взял полет. На свой страх и риск, да. В ахомпании существуют правила полета, инспекция, контроль и так далее. То есть здесь, я думаю, все-таки за и против нужно взвесить. Рисковать или не рисковать. Давайте без этого можно и так далее. Да, мы немножко уходим от темы. Вопрос тендера я буквально два слова добавлю. Потому что, вот Афанасий Николаевич правильно сказал, что вот эти тендера, и Юрий Львович, кстати, по Лисавии, по Сан-Заданию, именно заточены под них. Потому что к советское время, когда этот, как ее, самолет дежурил на Сан-Задании, платили 4 часа. Гарантированно. Он летит, не летит, 4 часа платили. Потом перешли на 2. Потом перестали вообще платить. Это как раз Юрий Львович говорит, что ребята, которые обладают оборотом 2 миллиарда 800, они могут эти какие-то 100 миллионов подождать. А он-то не может подождать. Вот это первое. Второе. Теперь, вот как сказал господин Литовченко о том, что вот правила разные, то, впрочем, мы не можем. Ну, тогда вы объясните, пожалуйста, почему вы по полтора месяца не выполняете, допустим, тот же Хаир, ту же Березовку. У вас просто-напросто не хватает вертолетов. Сейчас у вас летного состава не хватает. Это как ее. Тем более, принятие решения, этот как ее, от Советского Союза сейчас изменилось. Командир воздушных судов сейчас сам принимает решение. Ему диспетчер только может рекомендовать. То же самое ваш, этот как командир воздушных судов, тоже принимает сами решение на основании, этот как оценки прогноза погоды. Совершенно верно. Да. Правила. Правила. У вас, вы же, я же говорю, там что, вот им... Это такое ощущение, что вы не справляетесь с этими задачами. Да, вы берете, допустим, 276 миллионов. Они же не совсем миллионы. Да, 276 миллионов взяли этот как субсидию в 17-м году за выполнение внутри луст перевозок. Но не регулярности, не какой-нибудь предсказуемости каких-то этих полетов. По наполнению. Чтобы полетел вертолет, надо набрать в маленьком поселке 22 человека туда и обратно. На Ми-8, да. На Ми-8. По цене билета какой? Ну, по цене билета там субсидировано. У них до 65%, а две трети субсидируется. Но даже эти полеты они не выполняют. Вот недавно была информация, звонили депутатских, АИР, второй месяц ждем. Выборы прошли, все, мы не нужны. У меня вот... Меньше прошло. Да. В фейсбуке товарищ оказался где-то в Булунском улусе, да. И как мам на небесную ждал вот именно вертолет. Опять же, я так подозреваю ваше, который выборный рейс совершал, да. То есть по делам избирательных комиссий. Но, в принципе, еще раз, вопрос не снимается. То есть, есть определенная акция противостояния, да. То есть представители... Противостояния никакого нет. Ну, не противостояния, есть просто различия. Есть государственные держатели малой авиации, да. Есть частные. Но у них малая авиация. Это различие по бездействительности. Дмитрий Васильевич, я не закончил. Просто два слова я добавлю, да. Мы не против. Никакого противостояния с полярными велениями у нас нет. Мы хотим, как говорится, помочь им обеспечить ту нишу, которую они не сами не обеспечивают. Вот в санкции, теперь стоимость их летного часа, либо по санкции или по лесове, это прямая, вот Виктор Николаевич подтвердит, прямая, это выгода для бюджета. Если, допустим, полтора миллиарда мы тратим на санзадание в год, оплачивая по 270 тысяч, 340 тысяч сейчас стало у них, после нового вертолета. Потому что старый он бесплатный. Новый вертолет, троянский конь, по-моему. Да, с 270 у них выросло до 340. И сейчас вот депутаты будут думать на 2019 год, каким образом еще увеличить вот эти полтора миллиарда. Ну, Афанасий Николаевич правильно предлагает, он говорит, давайте этот как, мы 5 раз, 6 раз дешевле будем летать, давайте вот этот как, им помочь. И все-таки у меня остается убеждение о том, что малая авиация это все-таки средство передвижения неких вип-персон, которые собираются либо на охоту, либо на рыбалку и так далее. Попробуйте, попробуйте меня разубедить сразу после рекламной паузы, которая опять же наступает в самый интересный момент на МВК Саха. Увидимся после рекламы. И во время рекламной паузы тут разгорается страсти, а нет, говорят, никакого противостояния между государственными держателями малого авиационного флота и частными держателями малого авиационного флота. Это выводы раздел сделали такой, нет разницы, требования одинаковые для всех, там не написано для государственных средств одни требования, а часто компании другие, требования одинаковые. Одинаковые? Они одинаковые еще по-моему. Вопрос в том, что у нас порядка 36 самолетов и вертолетов малой авиации, они используют частниками. Почему? Потому что в бизнес их не пускают. Вот и все. Заработать не дают. Это не бизнес. Что тогда делать? Себя катаешь родного. Вот этим и занимаются. Выход-то получается такой. Выход такой. 7 ноября 2017 года был разработан проект федеральных авиационных правил для малой авиации. Где он лежит? Новых. Он подсекномный, он отличный. Он позволяет малой авиации полноправно использовать свои возможности для бизнеса, да? Он лежит у нерадька под столом и не движется никуда. Год. Это не первый документ, который он зарубает. То есть у нас лобби в Росавиации, которое глушит те возможности, которые есть у малой авиации. Вот я дополню, Дмитрий Иванович. Недавно, когда я выступал по актуальному интервью, у меня был вопрос о том, что вот именно в чем заинтересованы аэропорты и авиакомпании. Ну, я сказал, что любой аэропорт заинтересован в появлении как много больше авиакомпании. Это доходы увеличиваются. А вот авиакомпании, допустим, ну, в настоящий момент я скажу, пускай ребята не обижаются. Это, как его, самым, которым неинтересны мы, это полярные авиалинии. Потому что, когда мы все-таки рано или поздно встанем на ноги, появятся у нас авиакомпании уже. Это не с одним вертолетом или самолетом, а с двумя, с тремя, с четырьмя. Вот этот ФАП, кстати, вот недавно мне позвонили, что все-таки уговорили, вот, авиационно-общественная Россия, этот, как его, вот этот ФАП будет внесен Министерством транспорта в Госдуму для утверждения изменений в воздушный кодекс. Вот в конце сентября недавно, неделю назад. Год болтается. Такая, такая, да, ну, короче, именно каким-то, вот это движение есть. А вот это все правила, которые ФАП-246, которые... Это работает. Да, регулирует деятельность коммерческих воздушных перевозок, он заточен таким образом, что ты захочешь создать, ты не создашь его. Вот я с 13-го года, уже пятый год, пытаюсь создать эту авиакомпанию, не могу по одной простой причине. Сразу объясню. Для того, чтобы создать компанию, я создаю юридическое лицо. Создал. Потом иду, пишу заявление в Росавиацию. Прошу выдать мне сертификат эксплуатанта на коммерческий воздушный перевозок. Они вежливо говорят, хорошо. А у вас самолеты есть? Я говорю, да, у меня с лизинговой компанией договоренность на три самолета есть. Хорошо, иди заключи этот лизинговый договор. Придешь, и мы тебе заявку твою примем. Иду лизинговую компанию. Лизинговая компания говорит, извините, Иван Владимирович, а у вас сертификат эксплуатанта есть? Я говорю, нету. Ну тогда иди Росавиацию получи, потом к нам придешь. Это называется полет по кругу. Ну это понятно, это Россия. Еще раз, вопрос прозвучал немножко по-другому. Все-таки есть стереотип, что появляется ВИП. ВИП какой-нибудь такой, хороший, да? Если он нормальный ВИП, он выберет частенько, потому что ваши 320 ему покажутся, ну мягко говоря, это. Дороговато. Многовато, да. Логично. Конечно, любой человек выберет, что подешевле. Так, значит, все-таки не только ВИПы используют. Ну, с вами понятно, вы просто переводите среди себя любимого из точки А в точку Б, да? Являясь профессиональным пилотом. Не всегда. Не всегда. Ну, посылки еще раз дайте. А, Дмитрий Росеев, еще вот нюанс в этом, как ее. Дело в том, что вот вертолет или самолет имеет сертификат летной годности. Это говорит, ну, по-простому, если объяснить телезрителям, это прошедший техосмотр. Ну, он исправен, этот самолет-вертолет. Пилот имеет этот, как ее? Удостоверение. Свидетельство пилота частного или коммерческого. Будем сейчас читать частного. Вот. Этому человеку разрешается возить людей. Но только без денег. Понимаете? Тут как раз получилось, экономические критерии ставят на первый план, а не критерии, вот это летно-технической подготовки самолета или экипажа. Саппополоэкономика, да. И вот, получается, я, купив самолет или вертолет, могу возить друзей, знакомых, соседей, любовницу там и всех, и тому прочее, но только без денег. И, а если я возьму деньги, то это незаконная предпринимательская деятельность, за которую были наказаны ЕДС, за которую была наказана АЛОСАВИЯ и так далее и тому прочее. Сейчас вот эти ребята имеют уголовное, как говорится, прошлое. И у них информационный центр зашли, вышли, опа, так у тебя же этот, как ли, 300 тысяч. Поэтому продолжу, да, вот коллеги указали некоторые обязательные документы и нормативы, которые должна содержать коммерческая авиация, то есть, ну, сегодня полярное веление, да. Вот если продолжить этот список требований, федеральных, региональных, налоговых, юридических, трудовых, бюджетных и так далее, да, то у них тариф получится такой же, как у нас, если не больше. И второе, и обратное, если мы в совокупности вот сообщественность, частная авиация добьемся внесения изменений, да, а мы над этим работаем, в том числе с Минтрансом, то и тарифная политика в коммерческой авиации, особенно на, ну, в таких регионах, как, допустим, наша, да, она, естественно, будет снижаться, потому что по существу, по существу, да, на сегодняшний день пассажир платит, наверное, процентов 70, это за обеспечение безопасности. Там экономики особо нет. Частнику, когда он платит, он берет риск на себя. Вот большая разница. То есть, страховка. Он не прав, Дмитрий Иванович. Я поясню. Ну, можно это, коротко скажу, да, вот мы смешали тут все, частники, государственники, там, так далее. Это хорошо. Нет, это не хорошо. Ну, есть частники, да, допустим, частники, ну, если, допустим, у кого-то есть деньги, он купил себе частный вертолет, как автомобиль, и летает, да, это другой вопрос. Ну, у нас же из понятия мало авиации, мало авиации, да, мы, у нас же сегодня, вообще, в отношении мало авиации, да, северов, так далее, так далее, у нас просто, ну... Ну, просто, я не знаю, это, ну, можно сказать, тупик. Тупик, да. Вот, опять-таки, вот полярники говорят, вот, вы, частник, частник начнет по нашим правилам летать, и у него такие же тарифы будут. Вот к ним вопрос. Почему вы не эксплуатируете Робинсоны, Беллы, так далее, так далее, ну, даже Ансад, почему вы до сих пор, почему этим не занимаетесь? Я отвечу вам, потому что вам это не надо. Вы сидите на шее у бюджета, получаете полтора миллиарда за санавиацию, да, одного, ну, одного больного везете и берете, за один полет берете миллион рублей. А зачем вам это суетиться, зачем вам покупать какие-то другие вертолеты, да, потому что это надо обучать инженерный состав, это обучать пилотов, это надо, это, а зачем вам это надо? Вы идете просто по накатанной дороге, и все. Потом вопрос у нас, да, аэропортам, для чего мы создали аэропорты севера? Само слово, да, это казенное предприятие. Она не может, она не может брать деньги вообще по бюджетному кодексу, не имеет права брать деньги за взлет-посадку, там, так далее, так далее. А у нас, допустим, вот Чакурдах или там, так далее, один раз самолет прилетает, ему выставляют, да, Ан-24 выставляют 400 тысяч. Ну, и они объясняют. А я не объясняю, это наша зарплата, это безопасность, там, так далее, так далее, так далее. Это в корне неправильно, потому что раз создали федеральное казенное учреждение, да, для северов создали, то она, она не должна брать авиакомпании эти, вот такие тарифы. Они должны сидеть на бюджете и все. Тогда цена тогда упадет. У нас еще много. И метео, и воздушное, там, да, там, да, 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 да. У нас сегодня так загнали, за воздух, допустим, вот они летают, вот они летают, да, вот они сейчас подтвердят. На Л-410 летают, если, допустим, сам задание выполняет после регламента. Тогда они за один час за воздух платят, я не знаю, там, 15 тысяч или 10 тысяч, там, выставляют за воздух. Вот, и всегда мы говорим, мы живем в одном правовом поле, там, России, ну, как можно Якутию сравнить с Краснодарским краем, Тверской областью, там, да, далее. Для крайних северов надо немножко изменить, надо этот подход. Развитие малой авиации, да, у нас же севера все заброшено, вот билеты какие, ну, да это просто ужас, это просто ужас. Поэтому, поэтому, я говорю, вот, мы должны, республика должна поменять свое отношение к развитию малой авиации, да, полярников надо шевелить, чтобы они начали брать технику, которая стоит, летный час стоит дороже, ну, дешевле стоит, дешевле стоит, да, есть, есть, когда говорят, нет, это там, санкции, там, т.д., это все-то ерунда, санкции, они, это, к экономике никакого отношения не имеют, мы же на Боингах летаем, летаем, да. Они, американцы, прекрасно знают, если они Боинги нам запретят, то Аэрбас там предложит свои услуги, да, это прямые конкуренты. То же самое. Сейчас, вот, канадцы сейчас выпустили очень хорошие вертолеты, Белл-505, да, недавно была эта презентация в России была, и сейчас идет получение сертификации в России. Очень хороший пятиместный вертолет, который оборудован модулем для санитарной авиации, да, вот я им предлагаю, они должны заниматься этим. Они купили пять вертолетов, сколько вы взяли этих медицинских вертолетов? Пять единиц. Пять единиц взяли. Купили это, очень громко скажем. Мне не надо говорить, да, это лизин, лизин, это вам навязали, это вам навязали, это то же самое, как сухой навязали авиакомпании Якутия, да, который 80% состоит от компонентов, все это иностранное производство. Тем не менее, это программа. То же самое, да, вам навязали эти Ми-8, можно было эти, вместо этих, вместо этих пяти Ми-8 можно было купить 30 вертолетов Белл. Санитарный Ми-8 брать, чтобы возить одного больного в одном ключе, но это из пушки стрелять по воробьям. Действительно, 90% санрейсов можно выполнять на малой авиации. Нет, ну есть ли требования в государстве такие, что может летать только Ми-8? Нет, нет таких требований. Нет, нет таких требований. Да вы же говорите сами. Дмитрий Александрович, давайте я дополню, вот, в разрезе дороговизна билетов. Очень коротко, сейчас опять реклама будет. Вот Андрей сказал, что вот, если бы мы выполняли все вот это, то у нас будут они, как у них. Есть такая компания Дель-ТК, Нерингри. Иван Григорьевич Шаповал, мудрый человек. Так вот, у него 9 вертолетов, 3 Ан-2, 12 воздушных судов. У вас сколько, Андрей? У нас 18 единиц Ми-8 и 9 единиц МТВ. Нет, вообще сколько у вас всего воздушных судов? А, 25. Ну, 25, да. У этого 12. Так у Ивана Григорьевича штат 90 человек, еще плюс аэропорт Челмен он содержит. У них на 25 вертолетов, воздушных судов 700, сколько человек у вас? Ну, давайте я немножко проклеим. Нет, 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 давайте скажите, сколько у вас 700? Вы добавьте, сколько у нас еще филиалов? Ну, я в общее количество говорю, я по воздушным судам говорю. Потому что любая компания оценится по двум критериям. Это количество часов на одного пассажира и количество на самолет и количество перевезенных пассажиров на одного работающего. Вот по этим показателям, Дмитрий Васильевич, я спрошу, какая компания в России первая, думаете? Дельта К. Никогда, не догадаюсь. С-7. С-7, частная компания. Вот по этим двум показателям. И неизбежно, опять же, реклама, вот только-только, скажем так, приступили к самым интересным, опять же, приходится прерываться на рекламу. Вот как раз. И мы продолжаем программу, вернее, заключительную часть нашей программы, в которой, опять же, хотелось бы вернуться, с чего мы начали. Вот, товарищи дорогие, дорогие авиаторы, энтузиасты авиации, эксплуатанты и так далее. Когда мы регулярно летаем, там, в Санкт-Петербург, в Таиланд и так далее, на больших воздушных судах, мы не задумаемся, фактически не задумаемся. Стало нормой то, что они обеспечивают достаточную степень безопасности. Я извиняюсь, помолюсь 18 раз перед тем, как сесть в какое-нибудь маленькое воздушное судно. Для того, чтобы в межсезонье или что-нибудь долететь от точки А до точки Б. Вот этот аспект, безопасность. Вот же с чего в МОМе упал, скажем, частный вертолет. Обеспечивает ли малые формы авиации, в том числе эксплуатируемые вами и вами, да, надлежащую степень безопасности? Позволите. Да. Проведя анализ информации по безопасности полета, где мы все анализируем, смотрим, изучаем, все-таки сколько падает этих Робинсонов, ну, грубо говоря, маленьких самолетов, вертолетов, я ни в коем случае не скажу, где работают бывшие вертолетчики. Люди с достаточным профессиональным образованием, ладно, перерыв, не перерыв, переучены и так далее. Но сколько работает на этих воздушных судах, ну, никого не хочу, опять же, обидеть, вчерашних поваров. Скажем, люди, которые... Любители. Любители. То есть он занимался вчера совсем другим делом, прошел в каком-то клубе... Пассажиров не возит. В каком-то клубе подготовку, отлетал или отлетал ее вообще, неизвестно. То есть получил пилотское любителя и выполняет этот полет. Потом попадает в какие-то условия, налетав, там, не знаю, 100 часов или, может, меньше. Конечно, это будет случаться. То есть... Вот это вот основной из... Я понял. То есть вы хотите сказать, что частная авиация ничем не отличается от маломерных судов? То есть любой желающий может выучиться, заплатив определенные деньги? Совершенно верно. Перед этим он должен пройти по требованиям медицинскую комиссию, получить допуск, пройти теоретическую подготовку, отлетную подготовку. И после успешной окончания ему выдается пилотское любителя, и он может себя любимого катать, выполнять все полеты. Нет ограничений ни по возрасту, ни по другим критериям. Николай Николаевич, если снимут это ограничения... У меня такое ощущение, что как будто мы живем опять на Луне. Только дураки учатся на своем пути. Все уже придумано, до нас. Вся Аляска летает, там сколько, 10 тысяч самолетов, мало авиации, пока они убились. Площадь примерно такая же. Они бьются постоянно. Это неизбежно. Это же статистика. Это статистика. У нас и автомобильные есть аварии, и железнодорожные есть аварии, и самолеты, и большие, и малые подвергаются этому риску. Но статистика совсем разная. Вы не знаете даже с авиаперевозками. По поводу статистики на Аляске, частники не входят в общую статистику. Только государственные. Вот любимое занятие госкомпании на безопасность. Давайте решить вопрос транспорта. У нас проблема транспортная доступность населения в республике Сахай-Якутия. Если представить радиус, у нас площадь 3 миллиона квадратных километров. Это радиус тысячи километров. Как добираться? Один километр дороги четвертой категории, самая плохая грунтовка 4 метра, стоит 25 миллионов. Как вы собираетесь решать транспортную доступность 100 километров до деревни, 200 километров? Откуда такие миллиарды? Только самолеты и малые авиации. Так же, как это решено на Аляске. Свою семью возишь, возишь. Квалификация есть, вози людей на малых самолетах. Большая квалификация, летай на... А грузы? Грузы возить, почту возить. На малой. Вы фильм посмотрите, полеты в Аляске. Письмо согласен, да, но грузы и все-таки прерогатива это большой... Почему грузы, чемодан везти, это проблема, что-то? Какая там безопасность-то? Бумаги везти, почту везти. Да не бумагу, топливо, продукты, все что угодно. Дмитрий Васильевич, я дополню, я вот недавно был в конце июля на Аляске, и скажу вам, вот насчет грузов, чтобы не занимать время. Каждый житель Аляски год летает 6,7 раз. 6,7 раз в год он летает. То есть 7 раз он садится на самолет. Среднеамериканец 2,4 раза. И плюс к этому, каждый житель Аляски в год перевозит до тонны груза самолетами малой авиации. До тонны груза на одного пассажира. Вот. Ну уголь-то не завезешь? Не про это говорится. Нет, Виктор Николаевич говорит, проблема транспорта. Полярника уголь возят, что ли? Нет, я утрирую. Возят вертолеты, им возили. На Кипергеге возили. Топливо-то возили же. Возили, возили. Уголь возили. МЧСники возили. Возили, возили. Но дело не в этом. Иначе мы проблемы транспортной доступности не решим. Да и в Березовку никогда не добраться. И какие там деревни будут сидеть, ждать месяцами выбраться оттуда. Ну это что же? Это называется транспортный геноцид. Народ сидит в тюрьме как будто и не может выехать оттуда. Это как собираетесь решать? Я разговаривал на эту тему с новым главой Республики Саха-Якутии на прошлой неделе. Все-таки он также поддерживает нашу идею, то, что решить транспортную доступность Республики Саха-Якутии в основном можно, решив, внедрив малую авиацию в Республике Саха-Якутии. Для этого нужна законодательная база все-таки. Ну мы ждем ФАП по малой авиации сейчас выйдет. Мы тоже ждем. Использовать его в большей степени. Но странная позиция полярных авиалиний, конечно. Вы не занимаете эту нишу. Ну может это даже лучше для частников. Но все равно эксплуатацию уже нужно было бы начинать. То, о чем говорит Афанасий Николаевич. Пробовать самолеты, которые используются на Аляске. Которые до 50 градусов сертифицированы. Которые летают вполне нормально. Перевозить пассажиров, груз. Людей обучать. Молодежь. У нас выходят. У нас летное училище заканчивают. По населению они заканчивают. И куда идут работать? Грузчиками. На Даймонде. Даймонде. А у нас один Даймонде. 6-7 человек же у нас выпускает ежегодно. На Даймонде. После которого им нужно опять переучиваться. Зачем? Пусть на малой авиации летают. Именно если хватать даже не будет. Так выпускают их на Даймонде. Куда же дальше переучивать? 6 часов надо. Теперь вот насчет обновления авиационной техники. Мы сколько раз говорили. Виктор Николаевич, мы и правительство. И парламенте. Мы опять... На 24-й кстати очень страшно летать. Да. Мы опять собираемся наступать на те же грабли, которые... Этот как его... Приобретая во всеушлышание, на всю Россию. Опять мы первые. Мы берем ТВС-2 ДТС. Мы взяли Ан-3. Мы взяли сухие. Мы взяли Ан-140. У забора. 5 штук валяется. Мы взяли Пилатус. Который, когда начал летать у вас из-за винта. Мы взяли Даймонд Тундра. Который летает год 200 часов. Вы же нам рекомендуете... Мы пробовали дальше. И взяли самолет с этим дизельным двигателем автомобильным, который при минус 20 даже не запускается. Вот так выбирают полярные велиные авиационную технику. Я не думаю, что это их выбор. Как это? Они же выбирали. Кто им выбирал-то? Они выбирали. Когда мы им говорили, вот как Афанасий Николаевич в свое время я говорил. Ребята, посмотрите. Есть Cessna, есть Piper, есть Bichcroft, есть Robinsons, есть Bell, есть верокоптеры. Давайте вот объявляйте тендер. А вы идете келейными путями, задними дворами. Хоп! И пригнали этот как еще на всю этот как и республику. Александр Васильевич Карякин говорит, что специально для Якутии австрийская компания Diamond сделала самолет. Который будет летать туда-сюда и туда. За 2,5 миллиона евро. И цена какая-то бешеная еще оказалась. Это закончилось в Кузырье. Еще раз, уважаемые, давайте этот вопрос оставим, потому что я не могу отвечать за руководство, которые выбирали эти самолеты. Я просто довожу до телезрителей республики именно этот как и информацию, который этот как и... И сейчас вы собираетесь... Иван Владимирович, я перебью на правах модератора площадки. Все-таки население республики, они тоже... Был бы выбор между полярными авиалиниями и кем-нибудь другим, они бы сделали свой выбор. Так как нет выбора. Население, ну я не скажу вынуждено, да, ну летают полярными авиалиниями. Потому что другой авиакомпании пассажирских перевозок не допущен. Согласны? Не допущены по двум причинам. Первое, вот нашим коллегам мешает все-таки законодательная база, да, она им не позволяет это узаконить. Сегодня озвученные примеры я не буду комментировать. И по второй причине не позволяет частному капиталу туда зайти, потому что здесь, ну, возможно для них для рентабельности ограниченный рынок. Ну и определенный стратегический интерес тоже, наверное, есть, да? Все-таки авиация это стратегическое, скажем так, направление, которое пока государство предпочитает держать в своих руках. Я согласен, но... Так магистрали держите. Вы правильно сказали, да, государство загоняет у нас пассажиров так, чтобы они... У них такие билеты, что они не могут летать никуда. И вынуждены вот покупать билеты, да, легче-легче слетать в... На субсидии как... В Америку слетать, чем в городах или это... За два дня кончаются эти билеты субсидированы. Что-нибудь знают, что ли? Тут еще вот такой феномен, да. Если бы на нишу пассажирских перевозок зашли бы частники, вам бы стало легче немного, да? Билеты упали бы, сына. У них доходы упали бы. Сами частниками. То есть стали бы играть... Если бы эти законы распространялись, ну, видоизмененные... Я не понял. У вас форма открытая акционерное общество? Да. Вы частная компания, о чем вы говорите? Нет, мы в том контексте. С участием государства. Я не прав? С участием государства. Какая акционерная компания по определению частной компании? Основной акционер государства. В том контексте, что если правила упрощаются и сокращаются... То есть правила для частников или открытой акционерной компании абсолютно одинаковы? То есть вы, если заходят частники, вы сами становитесь такими же частниками и играете по одинаковым правилам. Разворачивается честная конкуренция. Так? Ну, в том контексте, который вы спрашиваете. Нет, здесь надо все-таки в оправдании полярных линий. Мы забыли такой аспект важный. Это техническое обслуживание воздушных судов. Частное обслуживание мы сами. Извините. Эти типовые воздушные суда должны иметь базу. Нет, я же говорю, если законодатель нам скажет упрощенную... Это база, которая очень... Они могут и малые авиации обслуживать и зарабатывать, но это еще дополнительные доходы. Нам в республике нужна государственная политика. Именно наша республиканская государственная политика в развитии и частной авиации, да? Чтобы частники-то она поддерживать. Совершенно верно. Это два раза. Потому что вот то, что говорит там вчерашняя повара, переучивать, это есть. Это есть. А у нас есть летный колледж, да? Училище. У нас есть программа в правительстве. Хорошая база. У нас есть возможность учить своих летчиков, да? Профессионально учить своих летчиков. У нас есть возможность, ну, приобретать тоже те же, вот для полярников, да, приобретать более легкую технику, да? Да, чтобы нужный подход к малой авиации, развитию малой авиации и частной авиации в том числе, да? Надо полностью поменять. Так только мы можем что-то решить. Ну, мы ждем. Минтранс заказал концепцию развития малой авиации. Да. Она же на выходе. Мы ждем утверждения. Мы ждем его утверждения. Там все сказано. Правительство. Хорошо. Наш эфир, к сожалению, он прямой эфир. Мы в загнанной вероятной рамке и подходит к концу. И еще раз, очень хорошо, что получился живой разговор двух держателей, скажем так, малой авиации. Компании с государственным участием и частников, которые ратуют, и людей, которые ратуют за развитие частной авиации. Я уверен, середина где-то здесь. Недаром сказали представители полярных авиалиний, что если зайдут на этот рынок частники, они сами станут частниками. Только...